Доброе утро, народ! Ну что, мы проснулись, Мишка уже умотал куда-то, наверное, что-нибудь ищет уже вовсю, а я вот только-только подымаюсь, вкусно спал, так что, надо просыпаться. Все, ребят, нас ждут великие убышки, надо просыпаться. Народ! Ай-яй-яй, подозрительно звенит-то! Достал! Сейчас варежки надену, то я только начал копать, только проснулся. Вот, отошел, и вот уже сигнал мощный, термоядерный. Прям чую, Советина там лежит какая-то интересная. Ой! Потерялась! Вот тут где-то червяки, ну как уж, ну какие жирные. О! Угу! ну точно термоядерная проволока попалась да прок отбой вот какую-то шпулю нашел чего не знаю чего не знаю ребят подсказывайте кто знает от чего это что это такое копейку есть царь о еще одного царя нашли сейчас играть еще одну монетку нашли царскую да тоже нам копейка похоже очень да вот ребят нашли монетку ну вот видишь до царь копейки две копейки вроде вокруг крутят смотрим что у нас тут ох монета большая царская ну вот ребятки монетка блин блин вот и монета у нас сейчас я ее оттереть попробую обтравку надо щёточку завести надо ребятки щёточку завести мне монетки то оттирать куда сохран не очень конечно 3 копейки да 1913 год вот такая ребят монетка 3 копейки а ничего сохран почистил и хорошо стало 3 копеечки вот такое поле я выкатал где-то минут за десять вот такое вот мишань так ты иди где-нибудь так а то ты по самой середине идешь потом не будешь знать где ты проходил где нет вот за десять минут где-то мы такое выкатали поле колокольчик раздавлены с ушком может его распрямить можно может там язычок есть так будем делать скрытие такому земли ухты где-то рядом близко о монета о пятачок тридцатого года ребята пятачок тридцатый год союз нерушимый республик свободный да язычок водочной ничего нам не расскажет пьяный он ну что ребят ключ я нашел осталось найти сундук которым заперт вот этот ключ от квартиры да вот это финди пуперная у меня находка смотрите какой ключа бра мощный класс берем таки мы отмахнувся может вот такой вот у нас получается газон он раньше здесь стоял дом диака говорят когда его ломали очень много на монет нашли но это были шестьдесятые года еще вот вот здесь вот у него был палисад мы сейчас как раз слои распали садим так это происходит процедура вся довольно вот там это но интересно вот вот очень что м с с Здрасте! Продолжение следует... Ребята, отдельно хочу сказать про аккумулятор. Мне дико необычно это. Понимаете, вот всю ночь у нас стоит аккумулятор, работает, то есть вебаста работает, там свет, там еще что-то. То есть, ну, как обычно мы используем, то есть не жалеем его. Напряжение. Вот вечером встаешь на заглушенном двигателе, напряжение 13,2 вольта. Вот. Утром встаешь, опять 13,2 вольта. Итак, машина работает полчаса, и аккумулятор полностью заряжен уже. Вот посмотрите, 14,3 вольта. Напряжение это вот сейчас уже. То есть мы покатались, ну, буквально, может быть, полчаса она. То есть он полностью опять заряжен. Вот я глушу. Глушу. Вот смотрите, что происходит. Он сейчас еще минут пять будет держать такую же напугу. Вольтметр показывает правильно, то есть никаких проблем с этим нет. Четырнадцати два вот стало. Вот так он до 13,2 опустится и будет на них держаться. То есть это, ну, что-то взрыв мозга какой-то. Влад, тебе большое спасибо. Это Влад, это человек, который производит эти аккумуляторы, собирает, делает. Огромное тебе спасибо за то, что ты производишь, делаешь. Это не дешево, но это того стоит. У кого есть возможность, ребят, поменяйте свое представление об аккумуляторах вообще. Потому что этот аккумулятор надо заряжать очень-очень мало, а дает он очень-очень много. Вот, ребят, смотрите, нашел колечко серебряное. Вот такое целое, не гнутое. Конечно, интересно, кто его делал. Серебряное. Вот так вот. Почистим, может, что написано там. Вот такое вот кольцо нашлось. Здесь вот был манеж. Здесь крестьяне выращивали... Ну вот, когда выращивали лошадей, приезжали господа, офицеры там и выбирали себе лошадей, покупали. И вот на этом манеже они показывали лошадей, пробовали на них, ну, катались, скакали и пробовали, выбирали себе лошадь. Вот, скорее всего, на вот этом возвышении, вот на этом, они... Это было как трибуна, и как бы вот на нем люди, именно господа, эти офицеры, там еще кто-то, они стояли и смотрели. То есть, как трибуна была. Холмик такой. Ну, я так думаю, скорее всего. Вот. На самом манеже мы тоже там прокатали пробно, так посмотрим, что там будет. Вот здесь, конечно, интересно. Вот такие находки. Ищем дальше. Ну что, ребят. Вот мне опять повезло чуть-чуть. Сейчас. Сейчас надо очистить. Монета. Вот это на манеже. Это на манеже. Две копейки. Две копейки, ребята. А год я вам сейчас скажу. Две копейки, а год сейчас скажу. А вот не видно год. Не могу пока разобрать год. Орла вижу. Глина надо очищать. Ну ладно, потом отмою. Я вам расскажу, какой год. Пока берем вот такой вот манеж. Тут, наверное, этот офицер. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А у него монеты из карманов. Шмяк-бряк, шмяк-бряк. В разные стороны. Ну и что? Допрыгался. Две копейки-то просрал, просрал. А мы нашли. Все в дом. Ребят, та же самая яма. Еще одна монета. Еще одна монета. Зеленая. Надо чистить. Е-е-е-е. Может, я горшок нарвался все-таки? А? Сейчас мы эту яму углубим. Одна копейка. Тысяча восемьсот. Хе-хе. Хе-хе. Тысяча восемьсот. Сейчас увидим. Мишаня, бинго! А, нет. Тысяча восемьсот девяносто третий год. Одна копеечка. Одно-ко! Так, ну вот. Я тоже выкопал какой-то интересный сигнал. Сейчас буду его искать. Ага, здесь. Что-то здесь. О! О! Что это такое у нас? Ребята, это копейка. Копейка 1924 года. Вот эта монетка. Сохран, конечно, не очень, но тураритетная деньга. Ох, ребят, ну что-то умотались мы. Встали рано. Третий день копалок. Тяжковато. Сейчас он до слоняра ты, блин. Чай перевернешь сейчас. Мишка вообще как соплей перешибленный ходит. Он, видите ли, в 9 утра встал. Он всегда в 9 встает. В 9 встал уже, к 2 часам уже. Еле шевелился. А он сейчас, видите, тихий час вообще устроил. Вот так вот. Не, фигово. Он встал, собаку разбудил. Собака гавкала 2 часа. Я спать не мог. Короче, вообще капец. Не день, а какое-то сонное царство. Вот. Что, сейчас попьем чайку, может и проснемся. Чайок решили добавить к бальзамчику, старый кашин. Для здоровья. 24 травы там разных. Так что вот так вот. Монеток насобирали всяких. Разных. Не, так весело, хорошо проходит. Пахнет травой скошенной. Вот мы ее тут накосили. Вот, я сейчас в одной яме две монеты сразу нашел. Вот он. Чей-то клад, наверное, был. Хо. Ну ладно, будем разливать чай. Ну что ж, ребят. У нас заканчивается третий день наших капушек. Пока пушек. Вот. День сегодня был неплохой. Вот. Мы нашли. Ну не знаю. Для нас нормальное количество монет. По большому счету мы были только в одной деревне. В одной деревне. В деревне 107 дворов было когда-то. Вот. А сейчас два дома. В одном только живут. Вот. Людмила, в которой мы и были. Вот. В общем, скажу так. Копать там, не перекопать. Конечно, трава мешает. Трава мешает. Многие места нельзя оттоптать. Объездить. как сказать. В общем. Многие места нельзя оттоптать. То есть объездить на шерпе. И оттоптать их. поэтому мы их оставляем на позднюю осень. Вот. Думаю, там у нас будет больше улов. То есть через какое-то время мы вернемся. Трава пожохнет. Прочее. И будет копать легче. Ну и конечно же весна. Вот. А так огромное количество мест, куда еще можно съездить. Что-то найти. и рассказать вам об этом. В общем, вот так вот. Сейчас времени уже первый час ночи. Я просто с ног валюсь. Три дня, конечно, копать подряд. в день получается 12-13 тысяч шагов. Натапываем. Ну при этом машем клюшкой там и копаем. Сами же знаете, что может быть процентов 5. Ямок удачные. Остальное все идет какой-то порожняк. Со временем, я думаю, мы этот процент увеличим, потому что привыкнем и к металлоискателям и вообще наберемся опыта. Мы еще новички в этом. Так что строго нас можно не судить. Строго нас можно не судить и не знаю, наверное, поддержать советом каким-то пожеланиями. Завтра мы идем по грибам с утра. А нет, с утра мы еще в Мишкиного город залезем. его позвоним, а потом пойдем по грибы. Наберем белых грибов просто уйма в лесу. Насобираем белых грибов и поедем домой. Будем сушить, зимой супчик, кушать. Красота. У Людмилы мы два дня ели белые грибы сковородками просто. Не знали, что делать. Удачи, до завтра, ребята. До следующей серии. КОНЕЦ